Оперативная группа службы внешней разведки Южной Осетии при содействии юго-осетинских добровольцев провела специальную операцию, в ходе которой были перехвачены важные документы службы безопасности Украины под грифом «Секретно». Они были доставлены в Южную Осетию. Товарищ Шерфовный главнокомандующий, оперативной боевой группой службы внешней разведки Республики Южная Осетия при непосредственном содействии юго-осетинских добровольцев в городе Мариуполь была проведена специальная операция по пресечению вывоза и перехвата секретных документов главного управления службы безопасности Украины по Донецкой и Луганской областей. Все добытые документы доставлены в Республику. В ходе проведения специальной операции потерь следующей застава нет. Доклад окончен. По словам сотрудника СВР, на данный момент обработана часть материалов. Они прошли предварительный анализ. Перед вами находится часть секретных документов, прошедших предварительный анализ. А именно, несколько томов засекреченных документов фиксации прибытия иностранных делегаций на режимно-секретные объекты Донецкой и Луганской областей. К примеру, досекреченный документ визита президента Украины Зеленского в составе иностранной делегации в националистический полк АЗОВ с полными списками иностранных представителей. Также один из документов, на котором мы видим полный список военнослужащих британской армии в составе делегации по проведению операции «Орбитал» на одном из полигонов войсковой части А-0989, одна из частей оперативного предназначения. Имеются также планы и схемы к картам режимных и нережимных объектов, планы и схемы готовящихся действий по данным объектам. В составе секретных документов у нас имеются планы и схемы к картам привязок режимных и нережимных объектов, планы и схемы готовящихся действий по данным объектам. Как вы видите, бойцы националистических батальонов собирали полную информацию по объектам, такие как блокпосты и общеобразовательные, школьные и дошкольные учреждения с полными адресами всех школ, детских садов и дальнейших действий. Документы, несущие информативный характер, в частности, докладов, рапортов агентуры СБУ на территории Донецкой и Луганской областей. Документы, финансовые документы по закупкам отчетности СБУ и множество документов по войсковым частям, находящихся в Донецкой и Луганской области. Вот, например, 3-2 войсковая часть 0.1.31 – это 23-й батальон территориальной обороны. Некоторые документы проходят под грифом «совершенно секретно», некоторые сразу по трем реестрам. То есть, засекречены в СБУ, Национальной гвардии и Минобороны Украины. Все документы прошли первичный анализ. Далее будут переданы на углубленный анализ. Папки имеют гриф «секретно», помимо заверенных в печати подписей. Секретное пользование «секретно» и есть еще и документы с более высоким уровнем «секретности». Так точно. Личные данные сотрудников безопасности Украины, так называемого АТО. Глава государства Анатолий Бибилов поблагодарил участников специальной операции за работу, проведенную на высоком уровне. Самое главное, конечно, всю эту информацию с нашими коллегами проработать в Российской Федерации, потому что именно Российской Федерации все эти документы необходимы. И надо проработать, чтобы вот эта вся информация была у наших коллег в Российской Федерации. Я хочу поблагодарить вас за действительно серьезную работу, которая проведена внутренней. Думаю, что это не такая крайняя работа, которая нам предстоит делать для того, чтобы показать именно тот результат, для которого мы все служим. Самый главный результат – это, конечно, завершение специальной операции, которую проводит Российская Федерация. Соответственно, все свои возможности и силы мы должны направить на эту цель. Потому что это наша общая цель. В ближайшее время передать всю информацию российским спецслужбам. Зарина Кочиева, Сармат Гузитаев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня.